И которая не захотела брать на себя ответственность по уборке всех деревьев. Мы предложили комиссии убрать только три дерева, которые непосредственно мешают в исторной группе. Это одна береза и две маленькие хлипы. Вот у меня есть, конечно, фотографии. Ну, вчера рассматривали. Адея, которая вдоль дороги, она вся сохраняется. Это стоят возле самого отбора, но при этом заобязать данных товарищей, раз они пошли на это, у них возле самых дверей убирают, две липы и березу, они эти расходы возместят. И перенос еще посадят в этом паре. Да, и люди еще посадят в сквере. Ну, все это... Ураган, где произошло, чтобы они нам привезли изменения? Они, наверное, согласны? Документально. Не писали что-то? Нет, подожди, вот эти, которые... Нет, нет, не, нет. У самого города, которая, 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 где... У самого кусочек, которая... Это кусочек, как бы, что бы, находится. А вы с ними уже договорились? Там разные, там... С ними разговоров ведется в течение месяца. Ну, то, что когда подали заменение, вы езжали и однажды... Они на что согласны? Нет, с ними надо обязательно... Ну, нет, это документ, а... И на озеленение, значит, экзамен. Вот это объект сейчас сохранится. Все, что отряд остается, а вот это самое. Раз, два и три. Но юридическое пока ничего не следует. Это мы отразим в Мотеболе заседание в Луфиске из протокола. Основание в Луфиске мы уже мкаспел. То есть, замечательно, порядки осенние не идут, когда они в дерево остаются. Так там еще по Гранословительному кодексу. Сейчас на клоуздание, собственно. Не знаю, почему было выбрано разрешение в то время, когда им выдавали. Это, по идее, они должны были учесть. При строительстве даже старой проходной, эти деревья уже, по идее, должны были убрать. Там по Гранословительному кодексу должно быть пять метров. Там комиссия решала, что вы так заявили, что они делают на противном гряде. Вся аллея сохраняется, вся аллея сохраняется. Это непосредственно, вот тут есть, посмотрите, фотографии. Вот, у нас стоят после берега. Но они за это должны возместить. Да, что они платят за... Но только документально все это нужно, чтобы они смогли потом отхожить. Да нет, они будут возблечены и денежным средством, и деньгами, и по счету. Ну и все так, что они больше, чем три сунда. Да нет, 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 у нас все зафотографировано, все... Нет, да, точно уж нет. Учера, дразно, как комиссия, рассматривалась и как бы рекомендовалось подтвердить, проголосовать «За». Ну что, ну что, у вас голосовать за это, на данное решение? Раз, нужно такие вещи, как бы сделать, дороги, раз, на 7 планах, невозможно убить деревья, раз, и нет. Оформить, документально. Кто болит? Кто воздержался? Ключ человек. Спасибо. Так. Сергей, я вы заметили, глава администрации, у нас все время. Спасибо. На основании поступивших заявлений, неоднократно населения Белосунинского городского поселения, администрации было прощено, просмотрено, мы вынесли на такое решение, что о необходимости исключения развилки билки по налогам на имущество технических лиц, не жилых зданий. Только, как бы, в одном случае, если свыше 500 до 1 миллиона, 1 процент, а свыше миллиона, 2 процента. А еще нет законодательства, нет, все принято. Рамок, работа. Закон о налоге, обману и межсетинфическом лице. А нельзя, чтобы потолок был уже 1 процент. Чтобы потолок был 1 процент, нельзя, чтобы свыше 500, чтобы 1 процент. Нет, нет, нет. Да, да, да. Я имею в виду, суши 500 и выше, чтобы было 2 процента, чтобы 1 процент. А в связи с чем? Нет. Приквозы не возникают. Приквозы не стоят. На бюджетах. На бюджетах. Нет. 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 Есть какой-то повод, что это повод? Ну, как бы, прокоммунитируйте. На самом деле, тяжело это. Поясняем. Вот буквально на сегодняшний день было просмотрено более 5000 людей, которые оплатят налог, преимущество, физический предс. Те, которые подпадают под эту грань и которые не пользуются льготой по другим, например, как бы ведут предпринимательскую деятельность, у нас человека 2-3. И то они имеют какие-то свои преимущества, которыми не пользуются. Поэтому, принимая даже такие проценты, мы никому ничего не услышали. А если мы примем ниже, мы поставим бюджет как-то нажать. Нехорошее положение, что принято какие-то... Ну, что бы комиссия рассматривала? Да. Пециальности вы сидите. Комиссия рассматривала, значит, если не имеешь собственность, которая принимает свои достаточно привычные деньги, тогда будем платить ее использовать. Ну, это да. Если ты об этом не думаешь и держишь ее, а вы так, просто так, и еще платить на это не хочешь, ну... Ну, наше предложение было, значит, рекомендовать, например, в таком виде, значит, те люди, которые, как бы, имущество, ну, как бы, действительно где-то там на грани, и оно, в общем-то, заливалось в какие-то и площадки, они как бы, как бы, не снизили расставку, и это полегче будет получиться. Ну, что, коллеги, вносим на голосование. Кто за это предложение, прошу вас голосовать. Кто против? Воздержались? Они одна. Один человек воздержался. А все, а все, а все. Как надо это не видеться? Так. Ну, что, уважаемые телевизорки, самый наш сложный вопрос, там и трудный вопрос для нас для всех, и у всех у нас кипящая душа. Все мы думали об этом, и у нас услышали, и слушали были, и все мы прекрасно знаем. Значит, начнем работу по восьмому вопросу о внесении изменений в правил земельопользования за стройку муниципального образования городского поселения города Белая Холуница, в районах Херостова, в заключении решения Белая Холунинской городской думы. Докладчик у нас УСОВ Сергей Павлович, ведущий специалист, землеустроитель администрации Голуниципального городского поселения. Это он, наверное, сейчас трудит, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Вместе с проектом представлено протокол, заключение комиссии результата публичных слушаний, вторых документов, публичных слушаний, а также текстовая и юридическая часть изменений по району. По проекту сегодня предстоит обвинять непростое измышленное решение. Дело в том, что по данному проекту, депутатам предыдущего Думы занималось положительное решение Городской Думы за номером 151 от 17 июля 2009 года, которое в судебном порядке было отменено по причине нарушения процедуры проведения публичных слушаний. Чтобы подтвердить правильность принятого решения, комиссия по землепользуемой застройке полторно провела процедуру по внесению изменений права землепользуемой застройки в предыдущем публичных слушаниях. В ходе публичных слушаний были высказаны предложения, были и замечания по проекту изменений. Все замечания и предложения были сформулированы в заключении комиссии о результатах публичных слушаний. Также все замечания и предложения комиссии были рассмотрены, и с учетом действующего законодательства, мнения граждан и экспертов, было принято следующее решение. В принципе, это решение и осталось, как и было вынесено на публичных слушаний. То есть, в графической части правил предлагается изменить территориальную зону приводных ландшафтов на зону индивидуальных гаражей легкого автотранспорта и земельного участка, которое находится в 12 квартале, участок номер 35, площадью 1738 квадратных метров. И статью 30 текстовой части правил дополнить зоны индивидуальных гаражей для легкого автотранспорта с включением туда условно разрешенного видоиспользования земельного участка и объекта капитального строительства. Лучше надо заправить на станции. Но чем же в классе комиссии и какие заводы подслужили основой для принятия данного решения? Во-первых, земельный участок был сформирован и земельный фон для территории. А это подтверждает форму насти кадастра, выписка полученной из земельного кадастра. В соответствии с генеральным планом Милохудинского городского поселения, которое предъявляет стратегию развития городского поселения и установившим функционально занимающие территории, подтверждают также, что данный земельный участок был сформирован не в зоне городской лесу, как нам пытается постоянно доказать, что он находится на территории леса. Данный земельный участок находится на территории, в которой не в крае всего лишь страница лесопарковой зоны. Также сформированный земельный участок находится за пределами водоохранных зон Кудабер-Велоху-Гуницкий и реки Шелепиха. Формирование земельного участка пройдет в соответствии с требованиями земельного действия законодательства, а также сущена его постановка на государственный кадастра в учет, тоже в соответствии с требованиями законодательства. Никаких там замечаний и нареканий по этому вопросу не было. При переводе зоны в свое время комиссия, конечно, не ушла. Она не могла об этом знать, что подберемый земельный участок может оказаться расположенным в зоне третьего пояса, в общем, санитарная зона, в основном источнике водоснабжения. Обычно, когда делаются эти выборы земельных участков, то берем в свое внимание первые и вторые зоны, санитарные зоны, которые отражены, бывают, как терапевтические материалы. Зоны третьего пояса не всегда делаются расчетным путем, и материалов по расчетам просто в администрации не было. И такие расчеты действительно показали, что, подтвердили, что в зону третьего пояса попали две малодебетных скважины. Но на этот счет есть и заключение гидрогеологов, и было им также высказано, что при соблюдении определенных мероприятий размещать в этой зоне автозаправительную станцию, в принципе, это не запрещено. Кроме того, этот вопрос уже очень много и читательно изучался и в администрации, и в этом писалось и в средствах массовой информации, которые хотели устранить данные. Ну, вот, как-то решить этот вопрос. Но, исходя из того, что уже сказано, считать, что комиссия по землепользованию и застройке приняла какое-то неправомерное решение по данному вопросу, я считаю, что нет никаких космонаваний. Поэтому мы сегодня выходим к вам предоставлению, чтобы поддержать данное решение. Данный проект у нас не будет. Есть ли вопросы к Сергею Павловичу? Задавайте. Я понимаю, не только Сергею Павловичу выступает, но и глава администрации. Да, мы же, я не знаю, что выучили его речь. Понятно, так что вопросов к Сергею Павловичу нет, я думаю, что ему нет. Нет, у нас же вопросов. Следующий, кто-то будет выступающий, да, пожалуйста. Нет, вы нам даете слово? Конечно, конечно, да. Конечно, мы услышим всех. Очень хорошо. И очень внимательно. Я хочу сказать по данному вопросу. Вот Сергей Павлович говорит, что все законно. Законно сформирован земельный участок. Законно произведен перевод. Но если смотреть, значит, то, как происходил выбор данного земельного участка, я вот считаю, что все это было в нарушении законодательства федерального. Потому что вы не в курсе того, что изначально в январе 2009 года было заявление о автокомплект по данному вопросу. Они тоже просили данные земельного участка под строительство автозаправки. Их заявление было рассмотрено, значит, на комиссии по выбору земельных участков. Не на такой комиссии, где вносятся изменения по правилам землепользований, а где осуществляется выбор земельного участка под строительство. Так вот на этой комиссии было однозначно отказано автокомплекту, что есть ряд федеральных законов, которые препятствуют размещению здесь данного объекта. И вот этот автокомплект, я не знаю, кто в городской администрации выдал ему лист на согласование документа. И решение тогда этой комиссии было. Но если уж надзорные структуры, которые согласовывают все это, это потому что не в компетенции районной администрации, не в компетенции членов вот этой комиссии, потому как у нас нет таких структур и нет таких специалистов, которые могли бы принять правильное решение. И поэтому по решениям вот этой комиссии все желающие получить какой-либо земельный участок, если там есть ограничения, то они должны идти, значит, на согласование с соответствующими структурами. Вот и пошел, значит, этот автокомплект на согласование. Это, значит, вот Роспотребнадзор, Департамент экологии и природопользования, кстати, мы туда сразу же направили письмо, когда, ну, это было попозднее. Короче говоря, он ушел с этим автом согласования, и вот решение этой комиссии, и Татьяна Александровна там была, что, ну, если уж ему разрешать, да, вот федеральные структуры, ну, пусть даже на нарушение законодательства, что ли, что-то там, они не считают, что это нарушение, тогда нам выбора нет, придется предоставлять. Конечно, вот чисто по человечеству мы понимаем, что это, ну, это ни в какие рамки не укладывается в этом месте строить автозаправку. Этот автокомплект ушел и больше не пришел. Все, его больше не было, не в даме. А в дальнейшем уже произошло, вдруг, значит, рождается где-то в мае, по-моему, появляется некто Черменин, гражданин города Белого Холуница, который тоже заявленен на этот же участок, что тоже желает заниматься строительством автозаправки, реализацией там нефтепродуктов и так далее. И вот комиссия-то вот здесь уже, значит, срочно, вот комиссия по землепользованию застройки в городе, она начинает принимать, ну, мгновенно принимает решение, да, пойдем на изменения, значит, разрешим и выйдем на Думу о проведении публичных слушаний. И все, закрутилось, завертелось в течение вот какой-то одной недели, извините, провели публичные слушания, получили все согласования и выдали потом последствия, пошли формировать земельный участок. Хотя ряд федеральных законов препятствует этому, и наши правила землепользования, они установили для этой зоны градостроительный регламент. Зоны Р1 и Р2, у них, значит, использование этих земельных участков одинаковое. Что Р1, что Р2, у них назначение рекреационное. Я понимаю, Р2, если где-то за пределами, допустим, ну, вот такой отдаленный участок, как великое поле, да, ну, там вот поле свободное, но вдруг у него тоже Р2 по правилам. Да, там и рассматривается возможность, возможно строить или невозможно. Но здесь-то мы прекрасно знаем Р2 и Р1, это лесопарковые зоны города. Единственная разница, в Р1 земельный участок, который, значит, спорткомплекс стоит, на котором в свое время, значит, заводу был передан, ну, не в оперативном управлении, а в пользование. Земельный участок, вот этот парк, 9,6 гектара. Оставшаяся часть, тоже лесопарк, она статус Р2 был присвоен, потому как этот участок промежеван, поставлен на учет. А из-за чего межевали? Было страстное желание в то время у владельцев этого спорткомплекса выкупить этот земельный участок, 9,6 гектара, в свою собственность. И администрация района была отказана, что это особая зона, природоохранного назначения, зона рекреации, она не продается, она служит для нужд населения. И вот таким образом теперь пытаются убедить, что Р2, из которого выделяется участок для строительства АЗС, это не лесопарк, и это не городские леса, это нечто. Если там, вот на этой территории оказалась свободная лесная полянка, как говорится, она тоже свою прелесть имеет, эта полянка, то обязательно вот ее надо застроить всякой гадостью, типа АЗС. Вот все закрутилось, завертелось и пошло-поехало. Но мне очень странно, строительство начали, не было разрешения Роспотребнадзора, согласования не было. Так администрация, уважаемая района, она помогает получить это разрешение в июне месяце, когда уже во всем шли судебные разбирательства. Ссылка была на заключение органов геологии. Это унитарное предприятие, это коммерческая хозяйственная структура, она не имеет права выдавать заключение. И вот Роспотребнадзор, руководитель Словодского, дает согласование, что да, участок годится при условии, и ссылку делают на заключение вот этого, значит, ФГУ, по-моему, это гидрогеология, да? Хотя, ну, там конкретно в Санкт-Пене написано, запрещается, слово есть запрещается, если разрешается, где есть водоносные защищенные грунты, то и то там разрешается при условии получения согласований с органами геологического контроля. Так вот этих согласований с органами геологического контроля не было, а если водоносные свои не защищены, там вообще запрещается. Даже при условии, хоть что ты там делай, хоть как-то защити потом поверхности вот эти грунты, запрещено. И вот напрашивается вывод, что никто почему-то на эти федеральные законы не смотрит. Лесной кодекс, значит, водный кодекс, закон об охране природы. Не смотрит на эти законы никто. Я вообще не понимаю, зачем администрации города надо было водоохранную зону в генеральный план заводить 60 метров шириной. Зачем? В свое время у пруда Белохоминского был проект специально утвержден, что водоохранная зона вот этого Белохоминского пруда 500 метров. Но вышел водный кодекс, и водоохранная зона, согласно кодексу, она стала в зависимости от протяженности реки. 10 километров, слышать, 10 километров, там уже 200 метров водоохранная. Нет, наша городская администрация районная, значит, приспособствовала. Вдруг уменьшает вот на этом участке водоохранную зону до 60 метров. Для чего? Напрашивается вывод. Мне вот эта позиция непонятна. Я считаю, что нарушены ряд федеральных законов, нарушены, которые нас защищают, население как бы ставят в рамки, что вы, вы смотрите ведь на закон-то. На каком основании можно говорить, что вот нам это разрешила структура, это структура, это структура, а теперь эти структуры, они все откажутся говорить. Единственным доводом, что мы выдавали разрешение, было то, что администрация города приняла решение о переводе от резон. Мы сейчас не должны рассматривать вопрос там строительства, автосаправки, вопрос возвращения. У нас есть вопрос один. Возможно или невозможно перевести? Забудьте, что там вырублено, и забудьте, что там что-то строится. А возможно ли перевести? Я считаю, что невозможно. По той простой причине, что ряд федеральных законов препятствуют. И население, вы тоже, вот городская дума, согласно положению, значит, городской думе, она принимает решение в интересах населения, во-первых, и выражает интересы населения своим решением, подтверждает право от имени населения принимать решение. И здесь, вот именно, вы были на публичных слушаниях, и мнение населения знаете, что бы там ни написали в заключении, в протоколах и прочее. Там два единственных верных решения, это Кулакова и Эксперта. Эксперт, кстати, она может быть экспертом в градостроительных вопросах, на вопросах экологии, там, охраны природы и других вопросах, в вопросах водного кодекса. Я считаю, она не специалист. Ну, считает она, что там возможно, ну и ради бога, это ее личное мнение. Мнение народа совсем другое. И наше предложение, что, как бы, вы должны своим решением подтвердить волю народа, это первый момент. Второй момент, конечно, предстоят большие восстановительные работы. Мы считаем, ну, организуем субботники, восстановим эту территорию, если мы не сможем наедуть, как говорится, на эти нарушители, как след, как положено. Они из-за вырубленных деревьев, они не просто в лесном каком-то фонде вырубали, они вырубили в парке и, извините, отделали штрафом 19 тысяч. Это тоже, там, каждый дерево стоит миллион. Если бы сейчас администрация на них наехала за нарушение, так она бы, они, наверное, отозвали бы свои риски с этого суда. В общем, вот я вам пояснила, из чего и так родилось все это. И, конечно, когда это вот самое в начале, 14 марта, люди увидели, что туда заехала техника и стал твориться беспредел, ведь обращались к администрации. Раз пошли волнения, мы просили администрации, вы отзывите разрешение на строительство и давайте разбираться тогда, пока до крупного не дошло. Нет, вот глаза зашорены у всех. Давай помогать этому движению нефтепродукт, получать недостающие документы разрешительные, значит, и все. Я, Татьяна Александровна, говорила вам тогда, говорю, вы остановитесь, вы думаете ли, к какому финалу вы можете прийти? Мы у вас выиграем. Ну вот, извините, не выиграли. А теперь пытаемся опять убедить, и опять вот в сторону этого движения, значит. А они там. Я понимаю, бизнес есть бизнес. Ну, не будем смешивать два вопроса. Это разные вопросы. Я считаю, в части администрации все-таки заставить движение нефтепродукт, как говорится, отозвать или иск, или мировое, или еще. Это ее проблема уже теперь. А восстанавливать территорию надо. Вы думаете, ведь о детях, которые у нас тоже растут, и внуки, и дети подрастают. Все это возможно через 10-15 лет, конечно, там появятся. Ну, вновь деревья, это самое, и мы их посадили. А население, согласно, участвует в субботниках по восстановлению. Конечно, надо восстанавливать плодородный слой, потому что все это содрано. Вчера было заседание транспортной комиссии. На это заседание выносился этот же вопрос. Были бурные обсуждения. Вот такая точка зрения. На предыдущей думе прокуратура ясно дала понять, сказали, что у администрации остался один единственный шанс сохранить свое лицо перед городом. Это извиниться перед всем населением города. Это ясно дала понять прокуратура. Позавчера, позавчера я был в прокуратуре, и снова они сказали, вы представляете, в какое положение поставили нас? Они ясно сказали, вот вы проголосуете за, сегодня проголосуем за, а завтра мы это решение опротестуем. Вы понимаете? Вчера юристы администрации предоставили полный пакет документов судебных. У них есть все документы. Все оформлено правильно, по всем земельным делам все решено верно. Понимаете? У прокуратуры совершенно другое мнение. Я понял, что спасибо. Я еще не в чатку сказал. Мы с вами все это другого обсуждали. А кстати, вот я проголосовал против публично. Почему? Вот коллега говорит, что боится. А чего бояться? Голосуйте по совести, по правде. И чего бояться? Вы голосуйте по совести и по правде. А чего вы тогда боитесь? Это мое личное право человека. Бояться или не бояться? Нет, Павел Геннадий Павлович, здесь не обсуждаться. Поступили предложения, я думал, как представители думают, вынес это. Я это вынес, как бы, из всего официального опорта, потому что поступили предложения. Иначе тут, как бы, мы еще не голосуем. Мы проголосовали, я думаю, давай так, как... Подождите, вы давайте выслушать все присутствующие здесь, а потом будем обсуждать между вами, уже, как бы, останетесь здесь 5 месяцев. Правильно? К этому и подходили моменты. Здесь же присутствуют еще люди, пожалуйста. Пожалуйста, конечно. Я просто хочу, ну, здесь все сказала Лидия Кузьминична, просто хочу обратить внимание. Вот это нефтепродукты, они начали строить, бензозакладки. Никто не контролирует. Люди вырубили деревья без разрешения, лишних деревьев. Они захватили земельный участок, им 17 соток выделено, а не 34 за 37 сотки. То есть никто... Это вообще попустительство. Сейчас вот там эти емкости вырытые, вкопанные, вот просто пройдите, посмотрите, конечно, кого это не... Это все в воде. Нынче подпор воды большой, то есть это все лежит в воде. Все эти смотровые колодцы, поверх они в воде, как они собираются, а где гарантия, что так и будет у нас, постоянно вода стоит. То есть это верховод, вся она в этих смотровых колодцах, они никак не посмотрят эти... Ну, может, по бензинным этим пятнам, но им ведь вот что говорит, что нет. Несколько раз им звонили, закройте колодцы, дети бегают, провалятся, там вода. Ну, и вот таких людей необязательно пускать к себе на землю. Дальше. Говорила Лидия Кузьминична, что мы просили администрацию. Я лично 15 марта, 14-го стройка началась, 15 марта пришла в Кулаково, он был мэром. Вот сидим, я говорю, давайте мы с вами, если где-то замешана администрация, ну, извините, загрубаюсь за это слово, но я ему так и сказала, будем разбираться. Все люди могут делать ошибки, поэтому будем разбираться, выкручиваться как-то, ну, искать какие-то меры, чтобы извиниться перед народом и будем делать. Нет, я не имею никакого отношения, никто не имеет отношения, потом выясняется, вот все это такое, идет стройка. Прошел суд, митинги суд, запретил суд строить. Нет, они еще неделю строили, то есть они себе нарабатывали вот эти, ни администрация не контролировала, ни судебное представление контролировали. Они, конечно, сейчас предъявляют, они работали в три смены, вот представьте, в первую, вторую, ночную смену, все это вкапывали, все, теперь они требуют эти затраты. Так что, смотрите, стоит ли пускать такого человека к нам, такой организацию на нашу территорию, тем более здесь. Спасибо большое. Александр Александрович, правда не контролировалась? Не было еще. Не было, не контролировалась. Не контролировалась, мы это знаем, по решению суда, все это, ничего не контролировалось. Как идет стройка? Спасибо. Спасибо. Спасибо.